Великолепная певица, актриса и выдающаяся личность. Почему я так смело об этом заявляю? Во-первых, друзья мои, если кто-то еще не видел ее остросоциальный клип о мире, и о том, что войне нет, миру да, то, пожалуйста, Аида, скажи, как его найти? В любых поисковиках забивайте Аида английскими буквами и миру мир русскими нашими буквами. И с огромным удовольствием мне бы хотелось действительно представить вам этот замечательный клип. Кстати, у нас была презентация на канале Russian Music Box и Юмор ТВ, господи, забыла слово юмор. Как он на юмор попал? На Music Box понятно, там Бубнов-то все, он свой человек, все понятно. Костя, привет тебе огромный. А в смысле, как свой? Он как раз свой, но если ему не нравится, он не возьмет. А в том-то и дело, что этот клип, кстати, и вообще песня, равнодушно меня оставили никого. Но я расстроилась, я зашла на YouTube. Расстроилась? Расстроилась. Да покажи, как ты расстроилась. Вот так вот. Смотрите, видите, как она расстраивается? Мы все расстроились. Ты увидела три дизлайка. А-а-а, три дизлайка. Кто эти люди? Я вообще, я не знаю. Покажи мне их, я не знаю, что я с ними сделаю. Где, где? Просто дело в том, что кто видел этот клип, ну, то есть, как бы адекватные люди, классные. Это тролли, тролли, тролли. Привет вам, тролли. Тролльте нас, да, ставьте дизлайки. Хейтеры. Мы вас любим, хейтеры наши, давайте, да. Мы без вас, без вас нам плохо. Нет, ради бога. То есть, хейтеры имеют место быть, это кому-то нравится творчество, кому-то нет. Но клип, в котором просто четыре ангела, четыре разнотипажных ребеночка, которые, ну, просто олицетворяют наш мир, который я бы хотела, чтобы был без злости, без агрессии, в любви. Там, там среди них есть твоя? Да, там есть моя лялечка, которая еще на тот момент была во мне, вот, я такая еще там позатина. А я же чувствую, вот я смотрю, я чувствую, что что-то там как-то все там тайно. Так, клип был ровно два месяца назад, как раз я была на последнем сроке, и вот сейчас, когда моей лялечке уже два месяца, я пришла к вам, дорогие друзья. Как лялечка поет сейчас? Лялечка поет уже очень хорошо, ну, очень музыкальная девочка, потому что она все девять месяцев со мной по студиям, по концертам, по гастролям, везде-везде была со мной. Она уже чисто интонирует? Очень-очень, она как только родилась, она сделала так. Где-то так приблизительно. Да, именно так и было. Ну да, только чуть ниже. А, у нее сразу, у нее, она с контр-альт родилась, да? Третий-альт, да, все верно, все верно. Хорошо, ну, как, а кому в голову пришла идея клипа, вот в смысле этой песни самой? Ну... Как тебе вдруг это, почему? У меня есть товарищи, которые являются организаторами конкурса детского, называется он Sound Kids. И... Это с Женей Орловым, нет? Нет-нет-нет, не с Женей, у Жени Республика Kids, если не ошибаюсь. Да-да-да, точно. Ну, для Жени, кстати, я тоже, я же пишу детские песни, поэтому детки Жени тоже обещали петь мои песни, ура! Отлично, главное, чтобы Женька не расстроилась. Евгений Петрович, привет тебе большой. Да-да, спасибо. Мы в эфире. А так, вот, в общем, президент конкурса Sound Kids попросил, она каждый год меня просит писать для них какие-то песни детские. И в этом году, в том году, вернее, в 2017, ввиду того, что была такая очень жесткая ситуация вообще политическая, я решила написать именно вот в таком направлении песню для того, чтобы пробудить в людях самые добрые качества, которые есть у любого человека, просто они спят, эти качества. Проснитесь, качества! Либо зарыто, очень глубоко надо откапывать, откапывать. И действительно, получился очень клевый социальный трек, и в итоге потом мы встретились с режиссером клипов, молодым начинающим режиссером Артемом Голубевым, который сказал, у меня есть прекрасная идея, и мы воплотили эту потрясающую идею в жизнь. И, ребят, не поленитесь, займите из своей жизни, найдите три минуточки, зайдите на любой носитель, на любую платформу, интернет-платформу, и забейте Аида, Миру Мир, я думаю, что вам понравится. Ребят, на самом деле, совершенно объективно, мое субъективное мнение абсолютно объективно, как вы понимаете, когда в жизни уже кажется, что все как-то не так, откройте этот клип, и все изменяется. Потому что эмоция оттуда идет, знаете, такая, вот она, опьяняющее добро, да, то есть ты вот смотришь, и тебе просто, ты все, ты уже ни о чем другом не думаешь, это все белоснежное, эти ангелы, эти глаза Аиды, которые иногда смотрят прямо в кадр, вот прямо тебе в душу она смотрит и говорит простые слова. А что для меня сейчас удивительно, я вот сейчас в эйфорию впадаю в некую, да, что это еще твоя песня, то есть это ты еще написала. Понимаете, этот человек, это не просто индивидуальность, да, это еще и личность, это девушка, которая может в мире, может изменить наш мир и своим пониманием, и мировоззрением, и еще и талантом донести это эмоционально до вас, дорогие наши зрители. А нас смотрят, между прочим, если ты не в курсе, люди, которые занимаются организацией мероприятий, вот понимаешь, то есть это как раз ивентеры, ну такое модное слово, и они, они очень, они живут на волне, на гребне, почему, потому что они на этом зарабатывают, да, в конце концов. Ты меня растрогал. Да, ну извини. Не трогай меня. Я еще даже не начинал тебя растрагивать. А муж-то где? С лялечкой. Вот, молодец. Привет тебе. Он же смотрит нас, да? Да, он знает на каком канале? EventTV.info включайтесь. Да, так вот, к чему я все это говорю, что вот этот дар умения передать эмоцию через, как бы интеллектуальная эмоция, да, то есть когда ты вот даешь и чувствуешь одновременно и мысль, и смысл доносишь. Мне кажется, иначе ты делать смысла нет, потому что вообще все, что ты делаешь в жизни, ты должен делать на 100%, ты должен делать хорошо, поэтому я выкладываюсь на 129%, ну то есть как бы каждый раз, и поэтому, я думаю, что поэтому все получается. Так вот, господа организаторы, поскольку Аида выкладывается на 125, то есть 129%, извини, извини, занизил свою самооценку, вы платите 100%, а получаете 129, то есть вы одновременно, уже скидка у вас получается 30%. Мы не будем озвучивать в эфире, какой гонорар у Аиды на корпоратив, вот, 23-я работала? Ну, конечно. Ну, естественно. Конечно. Я, кстати, даже не помню, где я работала. Столько мест было, что всех и не вспомнишь. Просто дело в том, что я вообще раньше думала, до того, как у меня появился ребенок, что дети это вообще что-то такое эфемерное, которое, ну вот они есть и есть, а сейчас я действительно понимаю, что вообще жизни-то не было до ребенка, и как-то я вот как-то болтыхалась там в этой жизни, вот, делала какие-то дела. А сейчас у меня есть босс, ну, то есть, как бы, который вообще… Управленец жизни. Конечно, естественно. То есть я, как бы, раньше там сама себе босс была, а сейчас у меня есть начальник, и, то есть, у меня несколько работ. Я работаю мамой, работаю певицей, работаю педагогом, работаю автором, ну, то есть, как бы, очень много всего, и поэтому иногда сидишь и думаешь, так, а что было вчера? Ну, то есть… Ну, хорошо, ну, на самом деле, ты не, так сказать, не впадай в прелесть, как говорят, да, а у меня, например, четверо, да, так что у тебя все, у тебя еще все впереди, ты только начала этот путь, вот, ну, правда, для женщины это, конечно, на порядок сложнее, я понимаю, нам-то полегче, мы, как бы, сделали дело и пошли уже в эфир, а ты вот в эфир и одновременно туда должна успеть, да? Да, конечно, да. А ты, ну, ладно, да, да, я понял все, я все понял, да, отлично, ну, понятно, да, видишь, как мы понимаем друг друга мгновенно, то есть, я думаю, зрители тоже видят все эти вот микрофибры. Ну, хорошо, а скажи мне, концерт, у тебя полностью, вот, твой репертуар, то есть, это все твои песни, или… У меня, кстати, очень часто мне на интервью задают этот вопрос, почему вы не поете, вот, все же артисты в концертах в любом случае поют два-три кавера, ну, то есть, почему вы не берете, например, там, какой-нибудь очень клевый кавер Бейонса спеть, или, там, Марая Керри, или Уитни Хьюсон, я говорю, ребят, вот, авторы этих исполнительниц, или сами исполнительницы, которые написали эти треки, Они потрясающие, они замечательные, у них шикарные треки, но мои-то треки не хуже, и, мне кажется, те люди, которые пишут музыку, пишут тексты, пишут вообще композиции, это очень, это великий дар Божий, и я вот тоже каждый раз говорю, вы представляете, вот, мне прилетело это с небушка, от Бога, да, мне это пришло, и, мне кажется, это отнимется, если я буду петь другие, чужие песни, у меня столько песен в репертуаре, очень много, Очень, кстати, у меня 24, 26 апреля 2018 года состоится презентация моего нового альбома, я с огромной радостью хочу пригласить вас всех на свое мероприятие, потому что это будет нечто новое Как называется альбом? Альбом называется «Это ли не счастье?» Классно, а есть уже обложка, или вы в процессе? В процессе, пока в процессе, потому что и альбом дописывается, ввиду того, что у нас, я работаю не с российскими людьми, производителями, я сотрудничаю с Германией, с Дюссельдорфом, поэтому у нас такие, мост мы периодически настраиваем, но ввиду того, что действительно очень много времени уходит на другие дела, поэтому немножечко все затянулось А презентация в России или в Германии? В России, в России А где именно? Значит, заведение называется 2545, это район Маяковки, то есть самый центр, будет очень удобное время, в 8, 8.30 начало, я думаю, как раз все после работы с детишками заходите, у нас, кстати, 0+. И ты не поверишь, у нас действительно, у нас приходит, да, именно с грудничками у нас тоже приходит, да, дети растут на моих песнях, так клево Представляешь, через лет 30 встречает тебя на улице вот этот и говорит, Аида, я вырос, я вырос, я помню вашу песню, я еще тогда пришел 2545 на концерт, вот, а тут опять вы, ааа, можно я к вам притронусь, да? Да, 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 ну, кстати, так уже бывает Уже бывает? Нет, ну, им еще нет, им еще не движет А по тебе и не скажешь А где твоя палочка? Ты сегодня без нее? Она у меня складывается А, складывается Отлично Скажи, пожалуйста, ну, значит, об условиях, как туда пройти, где билеты купить? Билеты продаются на моем сайте aida.aidanow.com aidanow.com А, now в смысле? Now, сейчас А, Aida Now Now, yeah Я перевела А есть aidasichas.rf Да, эту платформу мы не затронули Надо сделать перевод, ну, конкретно, чтобы Вот, ну, мы же в России живем, в конце концов Ну, да Смотри Ну, просто к нам не только из России приезжают на концерты Ну, естественно Ты же из Дюссельдорфа Сегодня утро вы с нами Конечно, это все шутки Я, во-первых, от всего сердца, Геннадия, благодарю за то, что сегодня такое позитивное, замечательное утро За этот смех, за новые морщины, которые появились благодаря моему смеху на моем лице Я от всего сердца хочу вам пожелать счастья большого, человеческого Хочу пожелать мира вашим семьям, добра Хочу пожелать уже настоящей весны Не минус пятнадцати, минус девяти А плюс шестнадцати Не знаю, почему я сказала шестнадцати Вообще, это цифру Вот Хочется лета Хочется весны Хочется солнца Хочется позитива больше всем И Деньги есть И вы держитесь То есть Все будет очень хорошо Спасибо вам огромное Спасибо, Теген Мы не прощаемся Это у нас кульминационный был момент Мы же находимся на свадебной выставке Ты же в курсе Тут невесты, ходят женихи А ты же помнишь этот свой день? Как все это было? Расскажи Ну, хоть какой-то эпизодик вспомни Да-да, очень хорошо помню Вообще, все было изначально очень здорово Я, значит, ночевала в гостинице Садовое кольцо То есть потрясающий номер Игра Шампанское Это он все устроил тебе, да? Ну Можно так сказать Значит Утро просыпаемся Здорово Ну, то есть я одна просыпаюсь Ко мне приходят Девочки-стилистки Меня одевают То есть все здорово За мной приезжает Майбах Я выезжаю Еду В ЗАГС Сейчас должен быть какой-то подвох Потому что, знаете, по закону жанра Рассказывай И приезжай А А там нет жениха А, я знаю Кого вообще? То есть я приезжаю Лимузины нет Я думаю Я может ошиблась Может быть не тот ЗАГС Нет, ЗАГС тот Выбегает Валди И скричит Программа розыгрыш Все нормально Нет Я звоню жениху И, ну, как бы Я вообще очень интеллигентная дама Я из интеллигентной семьи То есть Но мне хочется сказать Неинтеллигентное слово Ты такие даже знаешь? В голове да Ага То есть я их знаю Сейчас не надо, ладно? Не вспоминай И, то есть, как бы Я держусь и говорю Где? Он говорит Ты знаешь, нас гаишник остановил Представляете? Лимузины в свадебной Останавливает гаишник И он начинает спрашивать Привет тебе Представитель ГИБДД Остановивший Ее будущего мужа И, то есть, вы понимаете У нас все Уже момент Бракосочетания А гостей и жениха нет У меня паника Я думаю Ну все, мне кажется Это знак И вот тут Чуть не случился Фильм Сбежавшая невеста Я не знаю Тут начала литься Скупая Женская Невестовская Слеза То есть, я Я держусь Я понимаю Наверное, придет И потом будем фотографироваться Надо мейкап сохранить Тут, значит Меня все Ну там, кто Оператор Со мной был оператор Со мной был фотограф И со мной был водитель Майбаха То есть Жениха нет Но трое мужчин Других есть То есть, как бы Был выбор Был, да Можно подождать Да, выбор был, да Но в итоге Но ты Удержалась В итоге я сдержалась То есть, я выдержала этот момент С гордо поднятой головой Жених приехал Я думаю, что он видел мое лицо А то есть, мое лицо Оно всегда выражает Что у меня внутри Это к счастью Или к сожалению Я даже не знаю То есть, наверное В шоу-бизнесе надо больше быть Няшкой Да, няшечка такая То есть, если мне что-то не устраивает У меня Это все сразу же на лице И, видимо Крупничок дайте Вот еще разочек Вот такая Да И он уже подходил Такой с опаской Вот так вот Привет, любимая Я такая Здравствуй, любимый Да, то есть То есть, он до сих пор боится Твоего этого взгляда Вот так с крестиком выходили Типа, господи, господи, господи Спасибо, господи, спасибо Да, вот так вот И тогда родилась песня Привет, любимая Которая порвала чарты И в главной роли снимался Муж Аиды И его взгляд Привет, любимая В итоге, да В итоге все закончилось благополучно Мой разум, то есть, как бы Возобладал Эмоции я пригасила Поцелуи жениха тоже Загасил все плохое Пожилая невестам Вот что-нибудь такое вот Мощное Девочки, не нервничайте Вообще ни по какому поводу Не знаю Жених увидит вас в платье Доброе Косочетание Это все, ну как бы ерунда Опоздает немножко Ерунда Сейчас все оттягивается Тысячу рублей заносите И все оттягивается Вот, да То есть, как бы не переживайте Все будет классно Потому что этот день Вы делаете не для кого-то Этот день вы делаете для себя Потому что Потому что Это ваша жизнь И она принадлежит только вам А все остальное Это уже наживное Все будет классно вообще Как вы захотите Так и будет Поэтому Никто же не знает Как должно быть Да, поэтому Как бы ни было Все хорошо Все в любом случае хорошо Это только вы знаете Что в этот момент Голуби должны были полететь Никого не обказать Ой, не что это слово говорить Да, да, да Не об это Не об это Ну хорошо Друзья мои На этой прекрасной ноте Про этих голубей Которые могут Кстати, вы голубей запускали? Ну, я голубей не очень люблю У меня Ну, фобия такая Я вот бабочек Таракашек И голубей не очень люблю Мне кажется Ну, они такие Переносчики паразитов И мне Мужчины подходят И говорят Держи И у меня просто Вот такое лицо И у нас фотография Есть мой муж Вот такой очень У меня очень симпатичный муж Вот И он, значит, такой красивый У него, кстати Кличка человек с одним лицом То есть он То есть Вот он вот смотрит Смотрит И фотографирует Он сразу Он сразу Вот так Модель сразу Да, он такой Сразу включает Я И то есть Нам приносят этих голубей И все И супруг у меня такой В образе И мое лицо Мой страх То есть пришел Моя фобия И Вот Да, голубей Ну, наверное Именно поэтому у тебя в клипе Про мир нет голубей Да, да, да Ну, это такая уже Более стереотипная история Поэтому у нас есть лепестки роз Вот Девчонки Женихи Берите пример Саиды Действительно Очень мудрые Сегодня были пожелания От Женщины Которая Прошла через это Да Через какой-то такой момент Эмоциональный Да Непростой Я представляю Что в твоей душе творилось Когда нет жениха А он еще, наверное, на телефон не отвечал Да Потому что он, наверное, с гаишниками разбирался Да, да, конечно Естественно Как обычно все происходит Еще какие-то мысли лезут в голову Поэтому Передумал Собака Собака Еще стоит там, небось, со своим лицом Да, да, да И там Фотографируется Фотографируется где-то, да Нет, нет, он не такой Он все нормально приехал И классно вот родился Дочечка Аврорушка Аврорушка родилась Аврорушка Через 25 лет, когда ты будешь смотреть это видео Мы тебе передаем привет на пустое через 25 лет Будь такой же прекрасный, как Тебе есть кого Как мама, папочка Вот И А? Все сложилось Ну и слава богу Мы очень рады Супер Держим за ваше здоровье кулачки Поднимаем бокалы И В завершении Горько Хочется крикнуть горько Вот О как О как О, все, то есть замолчи уже Я понял Все, заухожу, ухожу из эфира Спасибо тебе, Аида Ну и Что-то, что-то вот Что-то я не сказал Чувствую, что-то еще вот не хватило Чего-то Давай вот что мы еще не сделали Люди Женитесь Влюбляйтесь Рожайте Поднимайте нацию Поднимайте нацию Поднимайте нацию Демографический взрыв Нам нужен Демографический взрыв Взорвем Так сказать Демографию России Давайте все вместе Поможем России Так сказать Увеличить народ Массовость Массовость Вот Аида Вот молодец Уже начала Спасибо Все, пока-пока До встречи Ура Пока Субтитры создавал DimaTorzok